Добрый день, меня зовут Алексей Денис Владимирович и я обращаюсь в адрес председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Викторовича Краснова. Хотел бы на своем примере обратить внимание на погоню саратовских прохоронительных органов за статистикой, их пренебрежение нормами УПК и откровенной халатности. Жертвой всех этих трех моментов я стал сам, о чем свидетельствует моя история, которую я сейчас расскажу. Я работаю в сфере пассажирских перевозок в компании Яндекс.Такси. Работаю в основном в ночное время, из-за разгруженности дорог, да и удобнее так. Под утро 19 сентября 2021 года ко мне в пассажирке напросилась сильная нетрезвая девушка. Это было в Саратове у ночного клуба Джексон. Я там стоял с машиной и отдыхал, занимаясь тем, что немного перекусил и устроил себе перекур. Девушка, которая, как потом оказалось, вышла из Джексона, подошла и напросила, чтобы я отвез ее домой. Дальше все по классике. По пути она стала оказывать мне навязчивые знаки внимания, в том числе в физическом смысле. Признаю, что дал слабину, решила ответить за имностью. По пути в поселок Солнечный 2, куда ей нужно было ехать, я немного свернул с маршрута и вступил со своей пассажиркой в интимную близость. Против этого она, разумеется, не возражала, так как сама была инициатором. Однако потом она, будучи еще очень нетрезвой, по пути она просила остановиться и купить ей пивка. Удалила спешим входом в темноту в частный сектор и больше не возвращалась. А я еще в то утром немного поработал по заказу. На следующий день утром ко мне приехали оперативники отдела полиции и задержали меня. Ну, вели они себя без какого-либо давления, без физического, без психологического. Они объяснили, что от вчерашней гражданки поступило заявление об изнасиловании и доставили меня и мою машину в отдел для проведения следственных оперативных действий. Там с меня сняли отпечатки пальцев, взяли другие анализы для дальнейших экспертиз. Затем приехал следователь Кировского следственного отдела следственного комитета Алексей Самойлов. Он сходу заявил мне, что будет отталкиваться от своего заявительницы и никак иначе. Далее прошли процедуры осмотра автомобиля, после чего меня доставили в следственный отдел Кировского района. Там с меня на видеокамеру следователь взял объяснение, после чего оперативники полиции отвезли меня домой и попросили снять и вынести им одежду, в которой я был одет на момент произошедшего с гражданкой. Из машины изъяли чехлы, а также видеорегистратор с фэш-картой. На следующий день следователь Самойлов отправил меня на медицинское свидетельствование. Я его прошел, после чего меня вызвали уже 22 сентября на прохождение полиграфа. Я его прошел. Спустя месяц по результатам проверки Самойлов пришел к выводу, что надо возбудить уголовное дело. На возбуждении дела он меня уведомил по телефону. Я нанял адвоката и на следующий день поехал к нему уже с защитником. Самойлов предупредил, что сейчас пройдет допрос с меня в качестве подозреваемого, после чего будет проведена очная ставка. Допрос проводился на видеокамеру, а по его окончании следователь, выключив ее, стал звонить заявительнице. У меня тогда сложилось впечатление, что они давно знакомы, исходя из манеры разговора. И тут Самойлов объявил мне, что у него времени нет и очная ставка переносится. Спустя недолгое время следователь поменялся, Самойлов вдруг ушел на пенсию и дело отдали молодой сотруднице Диане Чичаевой. И только в марте 2022 года она провела очную ставку, на которой, кстати, потерпевшая отрицала наличие у нее телесных повреждений и угроз с моей стороны с целью примудить ее к совершению полового акта. Также делал некоторое время, буквально пару месяцев, его Екатерина Волкова. Оно ушло ей в августе-сентябре 2022 года. Но она тоже находилась в предпенсионном режиме, и ей было абсолютно безразличное установление истинных обстоятельств. Она не хотела выяснять картину случившегося, проверять показания заявительницы, поэтому следственные действия проводила поверхностно. Например, осмотр авто занял у нее всего 3 минуты, и для этого она пригласила неквалифицированного специалиста. Она предъявила мне дежурное обвинение, и на этом вся ее работа закончилась. При этом Волкова еще и исказила суть моих показаний. От следователя Чечаевой, который завершал расследование, я так и не дождался объективности, соблюдать которую предписывает Уголовно-профессиональный кодекс. Более того, оказалось, что из материалов дела пропали вещественные доказательства. 26 файлов с видеорегистратора, которые могли меня на 100% оправдать. Пропал увидел запись моего первого допроса в качестве подозреваемого. Странности имеются и в результатах экспертиз. Например, в октябре 2021 года исследование показало на моих джинсах только мои биологические следы, а в декабре того же года уже назначенное следователем Чечаевым исследование показало, что мои биологические следы были смешаны с биологическими следами потерпевших. Более того, экспертиза показала, что биологических следов в потерпевшей, моих, найдено не было. Несмотря на все это, Чечаева заявила мне и моему защитнику, что мне однозначно будет вынесен обвинительный приговор. Ее уверенность, сказала она, базируется на том, что по этому поводу велись консультации. Было совещание, где это обсуждалось. Велись консультации с прокуратурой и судом. «Суды видят состав», — сказал следователь. «Все это есть на налоге записи, которую я прилагаю». «Суды видят?» «Да». «Проводите, что в супы видят?» «Да». «Тут лучше будет оправдательный приговор?» «Не будет проволока». «Тут однозначно оправдательный». «Да». «Размотно. «Мне стивала». «Суды видят состава». «Суды видят состава». А как если вы судьи не советы, почему-то накладательный премьера года 237, зачем он его носит? В смысле? У нас в этом? Да. А мы так одуваем. Ну и не по поводу всех ехать советоваться. А вы по поводу этого пошли советовать? Ну, не думаю. Точнее не я. Угу. 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 Эта запись была сделана в конце февраля-начале марта этого года, когда мне было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Учитывая это, неудивительно, что на все поданные моим адвокатам ходатайства, в которых постатейно указывалось на грубое нарушение со стороны следствия какого-либо адекватного обоснованного, а также постатейного ответа, мы так и не получили. Никаких мер реагирования не принял надзирающий орган, хотя такое дело просто нельзя передавать в суд. Но, видимо, все, кому надо, в итоге договорились, и пару недель назад прокуратура передала материалы в суд. Это случилось только благодаря тому, что прошли неформальные консультации между следствием, надзором и судом, и достигнуты некие куварные договоренности. То есть моя участь предрешена заранее. Ее решили люди в мантиях и погонах на неких совещаниях и в ходе теневых консультаций. Что это, как невыпиющее нарушение закона? Меня обвиняют в том, что я якобы надругался над пьяной пассажиркой. Но все это уголовное дело является надругательством над законом, правосудием и здравым смыслом в угоду статистическим показаниям следствия и прокуратуры, которым легче поломать судьбу человека, чем ведомственную статистику. Уважаемый Александр Иванович и Игорь Викторович, убедительно прошу разобраться в моей ситуации, обеспечить объективную и непредвзятую правовую экспертизу материалов уголовного дела, предварительно вернув ее в органы прокуратуры и следствия. Также прошу провести проверку, какие-то консультации и совещания проводят следователи, прокуроры и судьи, по результатам которых вердикт становится известен заранее. Продолжение следует...